Итак, господа и дамы, вышла одна новость, но она вышла вообще в пятницу, но я хочу прокомментировать ее сегодня на фоне данной статьи от газеты Коммерсант, которая называется так. Итак, Россети замыкают на себя все электросетевое хозяйство страны. Госхолдинг Россети начинает новый этап борьбы за полную консолидацию своих дочерних структур, что в итоге может привести к переходу на единую акцию. По данным Коммерсанта, холдинг уже начал обсуждать с инвесторами схему, по которой бумаги миноритариев, дочерних межрегиональных сетевых компаний, будут конвертированы в акции Россетей через масштабную доп. эмиссию. Руководство холдинга рассматривает возможность консолидации и ключевого актива федеральной сетевой компании, но вопрос не решен, поскольку рискует спровоцировать жесткий конфликт в электросетевом комплексе. Не до конца согласны планы и с властями. ФАС и Минэкономики хотят продолжить приватизацию МРСК, как предусмотрено энергореформой. Скажу сразу и скажу внятом, если Россети замкнут на себе всю эту электросетевую цепочку в лице одной компании, то есть если Россети в себя поглотят весь свой холдинг, то есть они реорганизуют холдинг Россети, то есть там не будет дочерних компаний больше ни ФСК, ни Лененерго, ни МРСК и не прочих дочерних компаний Россетей, а именно Россети включат в себя. В первую очередь дико вырастет прибыльность Россетей, дико вырастет капитализация компании, на фоне чего вырастут дивиденды, на фоне чего вырастет ее рыночная стоимость, ну капитализация, так как сейчас прибыль дочерних компаний Россетей в разы выше, чем прибыльность Россетей, как отдельно взятая компания. Понимаете, чревата доп. эмиссия лишь тем, что в рынок будут бросаться новые акции этой компании. Это может вызвать, скажем так, падение, ну, краткосрочно, среднесрочно падение курса акций Россетей. Тем более, я хотел бы еще обратить внимание на то, что этот процесс слияния Россетей и ее дочек в одну компанию, он не однодневный, не полудневный, не одномесячный, даже, может, не одногодовой длительности. Проблема в том, что сейчас начинается в Россетях бюрократия. И раз уж они начали обговаривать с инвесторами, по какой бумаге миноритария, дочеревых и межэргональность сетевых компаний будут конвертированы в акции Россетей, по какой цене имеется в виду, то это главный признак того, что эта компания, она встала на новый путь своего развития. Я лично эту компанию беру в оборот. Я пытаюсь в нее зайти, ну, скажу честно. Да, я в ней вижу дикую перспективу и капитализацию. Если она поглотит в себя все свои компании, и она будет лица одной компании, ее рыночная цена будет не 5, не 6, а все 10 рублей за акцию. Вы должны понимать, это апсадь в 1000% почти. На фоне чего, повторяюсь, вырастут дивиденды и ее рыночная стоимость. А дивиденды Россетей, они будут поднимать плавномерно. Вот именно само управление компании. Поднимать, поднимать, мало-помалу, но они поднимут их. На фоне чего и вырастет рыночная цена этой компании, госкомпании. Также вот есть интересное мнение одного из аналитиков ЭТБ Капитала. Он говорит, что, Скляр говорит, предполагает, что чем меньше дочеревых структур Россетей будут торговаться на бирже, тем больше Россетей будет похожа на полноценную операционную структуру. Инвесторы будут оценивать финансовое состояние самих Россетей, именно ее денежную ликвидность. Поясняет аналитик, а не их возможность распределения полученных дивидендов. То есть, условно говоря, сейчас Россетей ломает все-таки голову. Условно говоря, в Россетей прибыль, пусть условно, подчеркиваю условно, 300 миллиардов рублей прибыль. Из этих 300 миллиардов ей необходимо погасить долговую нагрузку, зарплату сотрудников, то есть погасить все издержки. Условно говоря, из этих 300 миллиардов остается 250 миллиардов. И дальше у нее вопрос встает, куда эти 250 миллиардов распределять, как распределить их на дивиденды, чтобы самим не потерять, и акционеров, как говорится, поддержать на плаву, ну, чтобы бумажка, как говорится, была более оптимальной для инвестиций. И, в принципе, такой подход, радикальный подход Россетей по поглощению своих же дочек, это самый лучший, я считаю, подход для того, чтобы капитализация данной компании Россетей радикально выросла. Но перед этим выстрелом, я думаю, какая-то просадка все-таки, все-таки доп. эмиссия, это, как компании нужно откуда-то взять деньги, для того, чтобы у нее были, ну, условно говоря, вот они выпустят на рынок еще акции, да, будут покупать иные, ну, может, миноритарии, может, какие-то там частные компании, может, инвестфонды и прочее. Они тем самым будут генерировать деньги в эту компанию. И за счет этого Россети будут иметь на себе, у себя денежный кэш, денежный капитал для выкупа своих дочерних уже структур, ну, иными словами, то есть для дальнейшего перехода к тому, чтобы эти структуры дочерние стали одной компанией, чтобы они вошли в Россети. Там, тем более, та же самая компания ФСК, она автономная компания по отношению к Россетям. Она борется за независимость, но Россети не позволяют ей выйти из этого поля своего влияния. И тут, тем более, сейчас еще с государством они будут вопрос решать, именно с Федеральной антимонопольной службой и с Минэкономразвитием. Посмотрим, что из этого получится, но в любом случае, я еще раз говорю, электросетевой сектор России, он недооценен. Это последний сектор недооцененный. И, к примеру, вложив деньги в этот сетевой сектор на 10 там лет, условно говоря, 5-10 лет, поверьте мне, окупится вложение в разы. Я, к примеру, сейчас сам хочу снова набирать позицию Россети, так как у меня там были личные проблемы, пришлось этот пакет раздать кедрине Фене, чтобы свои эти вопросы финансовые уладить. Вот, и я сейчас, в принципе, планирую опять Россетями закупаться, но не конкретно Россетями, а именно с перечнем этой отрасли. То есть, брать и ФСКС, и Ленэнергия, и Интеррау, и прочие компании. Плюс ко всему, если они собираются также у миноритария в дальнейшем выкупать эти акции, может быть, они даже выкупят их по завышенной цене, на фоне чего можно получить с этого курсовую прибыль, с одной стороны. Но не будем гадать, а будем смотреть уже по ситуации, а именно как Россети поступят вот именно в данной конъюнктуре. Как они уладят свои вопросы с ФАС, с Минэкономразвития, и с миноритариями своих дочерних компаний. Я думаю, вам порядок моих мыслей крайне понятен, потому что я объяснил его, постарался объяснить его крайне оптимально и крайне по-простому. Без разного рода экономических высказываний. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик, канал о рынке акций. У нас здесь основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций технический и фундаментальный, а также торговые идеи. Помните, что мы все обречены на прибыль, так как это клеймо на наших лбах, обреченный на прибыль. Почему мы обречены? Потому что мы чертовы инвесторы. Мы гребаные инвесторы, которые получат гребаную прибыль за период гребаного времени. Это лишь момент, который необходимо выждать для того, чтобы вложив какую-либо компанию, потом получить с нее отличную, гигантскую прибыль. И мы всего этого достойны. Главное, ожидание и терпение, они окупаются. Этот момент проверен временем. Благодарю за внимание. Всего доброго.